ПРОЕВРОПЕЙСКАЯ ИТЕГРАЦИИ Посмотреть, как говорится, поближе, под микроскопом, вот это соглашение об ассоциации, которое было подписано в прошлом году между Евросоюзом и Республикой Молдова, показывает, что, на мой взгляд, вот это соглашение, оно является собой продолжение той системы преференциальных соглашений, которые сложились у стран Западной Европы уже давно. Если копнуть историю, то еще в 63-м, 68-м годах прошлого века, а затем в 68-м, 72-м, была система яунских преференциальных соглашений, связывающих африканские страны со странами европейского экономического сообщества, которая впоследствии была, в силу своего откровенно колониального характера, заменена более утонченными ламейскими соглашениями, которые впоследствии тоже были отверганы развивающими странами, в силу того, что в них прослеживался все то же стремление Евросоюза достичь, в первую очередь, своих политико-экономических целей за счет более зависимых партнеров, а именно за счет ограниченных торговых и финансовых уступов обеспечить сбыть своей продукцией и вовлечь их в сферу политического и экономического влияния европейской олигархии. Что же мы наблюдаем здесь? Я далек от мысли поставить в один ряд вот эти вот соглашения, которых я сейчас упомяну, и соглашения об ассоциации с Молдовой, но вот на мой взгляд, по сути, какие-то моменты присутствуют и здесь. То есть Республика Молдова, инкорпорируя в свое законодательство нормы Европейского Союза, постепенно утрачивает свой суверенитет, при том, что хотя, если другие страны, претенденты на членство в Европейском Союзе, имели хотя бы перспективу такого членства, то перед Республикой Молдова такая перспектива совершенно не обозначена. То есть страна как бы встает перспективой постепенно утраты своей политической независимости. Что же в этом плане делать? Нам, в России, как же нам развивать отношения со страной, которая вступила в ассоциативные отношения с Евросоюзом? Мы знаем, что в прошлом году решением нашего правительства были введены ввозные пошлины на товары, которые поступают в Молдову и из Европы. Все это привело к снижению товарооборота, уменьшению молдавского экспорта, отразилось негативно на состоянии российских инвестиций. И вот задействование Молдовы в системе экономических связей Евросоюза привело к присоединению Кишинева к третьему энергопакету Евросоюза, что, опять же, создало риск для европейских, для российских инвестиций в сфере газа в Молдове. То есть негатив для нас, на мой взгляд, очевиден. И для Молдовы тоже очевиден, мне кажется. Что же делать? Наверное, нужно искать какие-то развязки спокойно, без надрыва, без политических упреков, сесть за стол переговоров и посмотреть, что же нам можно было бы предпринять. Премьер Молдавии Виктор Стрелец заявил о важности перезагрузки отношений с Россией. Вот, может быть, и учитывая этот конструктивный настрой, можно было бы попытаться посмотреть, что сделать. А что сделать? Вот, может быть, я выскажу какое-то революционное такое соображение, хотя оно уже опробировано в отношениях с Украиной. Может быть, стоило бы нашим молдавским коллегам посмотреть на возможность временного прекращения действия соглашений с ЕС до комплексной проработки всей гаммы торгово-экономической связи в этом регионе.